Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. С вами Ольга Алексеева. Сельская ипотека – одна из самых обсуждаемых тем последних дней. Мы уже говорили о том, на каких условиях банки будут выдавать деньги. Сегодня тема нашей беседы – земельные участки, на которых впоследствии должны вырасти дома. Гость нашей программы – Татьяна Рябинина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики. Татьяна Александровна, здравствуйте! В 2020 году в Чувашии стартует сельская ипотека по 3% годовых, максимальную сумму которой можно будет получить до 3 миллионов рублей. При этом в республике давно и успешно реализуется программа развития села. Как они будут пересекаться или дополнять друг друга? Хочу сразу отметить, что сельская ипотека, предоставление сельской ипотеки – это не отдельная программа. Это одно из мероприятий, которое будет действовать в рамках новой государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Новая государственная программа начинает свое действие с 1 января 2020 года и приходит как раз на смену под программе по устойчивому развитию сельских территорий, которая у нас успешно реализовывалась, о чем мы с вами говорим. Какие участки будут отводиться под строительство по сельской ипотеке? Сразу нужно обратить внимание на то, что именно предоставление земельных участков в массовом порядке не предусматривается в рамках этой программы. Направление по предоставлению кредитов в рамках этой льготной программы таково, что предоставляется кредит на приобретение готового жилого дома с уже готовым земельным участком, либо на строительство жилого дома на том земельном участке, который находится в собственности у заемщика, либо кредит может быть также предоставлен на рефинансирование уже взятых кредитов до 1 января 2020 года. Правительство республики и в первую очередь глава республики ставит задачу и очень правильный подход в том, что земельные участки должны быть в первую очередь предоставляться в тех местах, где мы уже реализовывали проекты по комплексной компактной жилищной застройке. То есть это такие сельские территории, которые оснащены за счет средств федерального и республиканского бюджета электричеством, водоснабжением, газоснабжением. То есть как раз если говорить, допустим, о земельных участках, предоставляемых многодетным семьям, мы все знаем, что там основная проблема, конечно, что зачастую предоставляются земельные участки без вот этой необходимой инфраструктуры. Поэтому здесь поставлена правильная задача, мы будем ее реализовывать, предоставлять земельные участки и предоставлять кредиты по льготным ставкам, ну так скажем, в пилотном режиме, чтобы это было максимально эффективно, использовались все имеющиеся проекты, которые реализуются с помощью бюджетных средств. А как бы с участками, которые находятся вдали этой инфраструктуры? Ну, здесь есть ограничения по условиям этой льготной ипотеки, что дома, которые строятся, либо приобретаются, они должны быть оборудованы системой, как раз вот о чем мы говорим, водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения. Есть программы по линии Министерства строительства, есть программы по линии Минсельхоза России. То есть проект по комплексной жилищной застройке, он также продолжается. То есть мы будем продолжать участвовать в этих мероприятиях. Есть программы республиканские по строительству сетей водоснабжения, газоснабжения. И так как стоит как раз, вот о чем я говорила, задача максимально эффективной и комплексной, использовать все имеющиеся механизмы, я думаю, этот процесс будет как-то урегулирован в этой части. То есть в первую очередь там, где уже все есть, и впоследствии уже будут рассматривать те участки, где еще нет инфраструктуры. Поэтому здесь вот в этой части как раз будет наиболее эффективно, я думаю. Давайте еще раз остановимся на том моменте. Кредиты будут выдаваться только тем, у кого уже есть земельный участок, или будет возможность купить и то, и другое, или по отдельности? Кредит будет предоставляться как на приобретение жилого дома с уже имеющимся земельным участком, то есть в силу земельного кодекса и гражданского кодекса сам по себе дом не может продаваться без земельного участка, на котором он расположен. Либо кредит предоставляется для строительства жилого дома, который уже принадлежит заемщику. То есть если у граждан нет, допустим, земельного участка, то здесь можно пойти по такому пути, что сначала приобретается земельный участок за свой счет, либо можно подобрать уже готовый жилой дом для того, чтобы приобрести как жилой дом, так и земельный участок. Это уже кому как выгоднее. Что касается муниципальных земель, как в этом случае будет оформляться участки? Для муниципальных земель не предусмотрено предоставление льготной сельской ипотеки. Я думаю, что просто с муниципалитетами мы будем отрабатывать по максимально оперативному, быстрому оформлению, по передаче в собственность, по предоставлению в собственность земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности, гражданам, желающим построить дом в той сельской местности, где есть муниципальные земли. То есть сначала надо будет перевести в частную собственность, а потом только уже брать ипотеку. Потому что одно из условий, которое предъявляется по этой программе, срок для строительства дома определен в течение 24 месяцев с момента предоставления кредита. Вроде кажется, что срок достаточно большой, но на самом деле, в принципе, сроки очень-таки сжатые. Я знаю, есть возрастные ограничения. С 21 года до 64 лет ограничения. Кроме возраста, какие-то еще ограничения есть, кроме того, что земля должна быть в частной собственности? Ограничений нет. Мы очень рады тому, что если раньше программа по устойчивому развитию сельских территорий была направлена на то, чтобы удержать уже тех жителей, которые проживают на селе, и льготами пользовались как раз сельские жители, то здесь этой ипотекой могут воспользоваться абсолютно все, включая городских жителей, которые готовы построить дом в сельской местности с последующим проживанием, круглогодично или посезонно. Мы очень приветствуем такое решение, потому что городские жители тоже, многие городские жители хотят иметь в сельской местности дом, но под коммерческую ставку, наверное, это не совсем выгодно, не у всех есть такая возможность. А здесь мы ожидаем, что все-таки благодаря вот этой программе села у нас оживут, еще больше оживут. Городские жители начнут строить там дома, а сельские жители будут обновлять и реконструировать свои дома, начнут возвращаться к родителям, ну, как на свою родину. Молодежь будет оставаться. Потому что основная проблема, которая есть у молодежи, ну, отсутствие жилья, а предоставление кредита, причем максимальная ставка 3%, одна десятая процентная ставка, это, ну, минимальная. И мы понимаем, это будут льготные категории, жители, которые проживают и работают в игропромышленном комплексе, но даже 3% в наших условиях, ну, это практически бесплатно, можно сказать. Да, поэтому мы призываем всех воспользоваться этой программой, и она будет действовать до 2025 года, эта программа. Ну, я думаю, что если она зарекомендует свою эффективность, то в последующем она будет продлена. То есть название сельской ипотеки никакого отношения к ее реализации не имеет? Нет, сельская ипотека – это значит строительство домов в сельской местности. А кто будет строить дом? Городской житель, сельский житель. Ну, задача стоит вернуть жителей из города на село. Я думаю, что это очень эффективный механизм как раз и будет способствовать этому. Татьяна Александровна, в каких банках можно получить сельскую ипотеку? Ну, правило пока на сегодняшний день сформулировано таким образом, что через уполномоченные банки и общество Дом РФ. То есть это общество, которое занимается ипотечным кредитованием у нас в Российской Федерации. Для себя мы пока понимаем, что уполномоченные банки на сегодняшний день у нас два. Это Рослихозбанк и Сбербанк России. Рослихозбанк, конечно, у них имеется большой опыт работы с сельскими жителями, и они уже заняли активную позицию. То есть мы уже с ними встречались и проговаривали по реализации этого механизма. Но Сбербанк, мы тоже знаем, что очень надежный банк, они тоже вступят в эту программу. А так, я думаю, что по опыту льготного кредитования агропромышленного комплекса перечень он не будет закрытым. Я думаю, что потом у банков появится возможность у других банков тоже подключиться к этой программе. Татьяна Александровна, какие ваши прогнозы? Как вы считаете, будет ли спрос на ипотеку? Мы уже предварительно понимаем, что спрос будет высокий. Мы рады такому решению Минсельхоза именно предоставлению льгот и предоставлению поддержки именно в таком виде. Потому что мы считаем, что косвенно это будет способствовать борьбе с серой занятостью, с серой зарплатой. Потому что мы понимаем, что для того, чтобы прийти в банк и получить кредиты, должен показать официальную зарплату, определенный уровень дохода. Поэтому это как косвенная такая мера поддержки по борьбе с серой занятостью тоже она будет. Но вообще предварительно мы проговаривали, спрос очень высокий. Причем интересно, что проявляют интерес не только сами жители, кто желает купить участок, но и руководители агропромышленных предприятий, которые готовы поучаствовать в этой программе. Ведь для успешного бизнеса тоже нужны квалифицированные работники. И проблема на селе сейчас такова, что кадры отсутствуют и дефицитом в свое время усиливается. И готовы предприятия поучаствовать в этой программе, помочь своим работникам тоже построить дома. То есть, допустим, даже если как-то поучаствовать, помогут по земельным участкам, может быть, возможно, будет какое-то дополнительное субсидирование. Но это уже личное, конечно, решение каждого руководителя. Поэтому мы ожидаем, что спрос будет уже с начала реализации, будет высоким. Что ж, спасибо вам за беседу, за ваш хороший прогноз. Я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. До свидания. До свидания.